О том, что двум наркокурьерам, мужчине и женщине, может грозить до 20 лет лишения свободы, едва ли кто из них изначально задумывался. На кадрах оперативной съемки сотрудники госавтоинспекции в Гагаринском районе останавливают автомобиль, после чего бойцы спецназа «Гром» и оперативники производят задержание женщины-наркокурьера. Ее сообщник, решив не рисковать, добирался до Саратова на рейсовом автобусе. Но избежать задержаний ему также не удалось. В производстве следственного отдела отдела полиции номер 8 в составе УМВД России по городу Саратова находится уголовное дело. Возбужденное по признакам преступления предусмотрено в части 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В совершении указанного преступления подозреваются двое жителей города Саратова. Подозреваемые, находясь в Московской области, получили от неустановленных лиц партию наркотических средств общим объемом более 4 килограммов, которые планировали сбыть посредством организации тайниковых закладок. В ходе обыска в багажнике транспортного средства полицейскими обнаружены свертки с гашишем массой около 3 килограммов, более 1 килограмма смеси, содержащая наркотическое вещество мефедрон, и сверток массой около 500 граммов с наркотическими веществами синтетического производства. Наркокурьеры планировали расфасовать наркотики на мелкие дозы и продавать их наркозависимым потребителям. По словам задержанных, за каждую произведенную тайниковую закладку они получали от кураторов подпольного наркомагазина по 900 рублей. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.